Если мы берем колонну, у нас 12 тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны, мы им тоже должны на раму домашних... Эта история вообще нехорошее дело получила. Потому что она не... Дельтор не обладает функциями такими, она им не отказала. Она сказала, в порядке, в порядке... Но опять же, этот случай показательный еще тем, что он показал, что не установлен, нормально и нормально. Некому обращаться? Да, нет регламента установки, нет регламента того, кому должны быть установлены доски. Потому что, если брать колонну, то не всем полуменковалерам Ордена Слава будут установлены доски. Не всем Героям Советского Союза установлены доски. В конце концов, и Героевским кавалерам, и прочее. То есть, здесь вопрос очень-очень серьезный. И я думаю, можно я перескочу текст сразу к восьмому вопросу. Вот как раз проработка установки часовни Александра Дневского, она идет как раз, мне кажется, в очень хорошем связи с этим советом. Потому что, как раз, часовния, она может стать символом, как раз, увлековечивания, памяти. И, да, часовния, это небольшое сооружение, но, опять же, при современных определенных технологиях мы можем сделать, когда на мотиводийных экранах идет список непознавших. То есть, это тоже, я думаю, даже православный церковь не будет возражать после этого. Но, опять же, если мы говорим о установках часовни Александра Дневского, то это вопрос очень-очень серьезный. Потому что, насколько я понимаю, это внедрение, опять же, в многострадание площадь двух революций. Вот, и здесь возникает, конечно, очень много вопросов. С одной стороны, место очень значенное и красивое, потому что Кремль, потому что улица Зайцева, сквер Зайцева. У нас рядом церковь Яна Богословов с престолом Иоанна Болина. То есть, все соединяется вместе. Но, с другой стороны, возникают некоторые вопросы относительно и памятника Дневного.